В глазах левых мы все фашисты. Что такое фашизм, левых совершенно не интересует. Все, кто им не нравится, все фашисты. Зачем это ругательство используется? Для того, чтобы отождествить русских людей с германским нацизмом, а точнее с оккупационным режимом на территории Советского Союза. Пытаются востребовать какую-то генетическую память, условно говоря, хотя, конечно, такой генетики быть не может. О зверствах вермахта и полицаев на оккупированных территориях. Во-первых, эти люди, конечно, ничего не знают о том, что было на оккупированных территориях. Им рассказали, они повторяют. Во-вторых, они переносят исторический контекст на современный контекст. Якобы какие-то взгляды, какая-то идеология обусловили то, что происходило на этих оккупированных территориях. И якобы немцы того периода, все как один, были носителем этой идеологии. Это абсолютная ложь. Конечно, нацизм был определенной идеологией, но немцы нацистами не были. Нацистами были члены нацистской партии. И то, говоря условно, потому что даже и в Советском Союзе, хотя коммунистическая партия была, и в ней на момент крушения СССР было 18 миллионов человек, русских коммунистами не были. Просто так большевики устроили, что никакой жизненный путь не мог обойтись без того, чтобы не упереться в партийную стену. И любой деятельный человек в нее упирался. И в таком случае вот вся эта совковая нечисть, она переносит больной головы на здоровую и пытается нас обвинить в том, в чем они сами совпадают с тоталитарными режимами, в том числе и с режимом Гитлера с одной из его сторон. Конечно, эти люди не понимают, что нацистский режим в Германии никакого отношения к итальянскому фашизму не имел. Ну, фашизм – это вот такой обобщенный термин, который они сами придумали. И что означает этот термин? Им и самим неведомо, да им и не надо. Ну, как и что означает любое ругательство. Вся левая психология, она насыщена вот этими перенесениями, вот этими обобщениями с неясным контекстом, с неясным значением терминов. Вот все мы фашисты. Если человек поддерживает или следует мировоззрению Ивана Ильина, для них он фашист. Почему? Потому что Путин для них фашист. Потому что Россия для них фашистское государство вообще на протяжении всего своего существования, за исключением вот этого совкового периода, живодерского, в особенности большевистского. Они особенно уважают полуеврея Сифилитика Ленина, особенно уважают сухорукового полугрузина, полуеврея Сталина. И им эти люди именно больше всего милы. И при этом они могут считать себя русскими, но таковыми они не являются. Они даже не просто не русскоязычные, они косноязычные россияне. И вся левая психология, вся левизна состоит в том, что это люди абсолютно невежественные. Да, их может быть родили русские родители, но они сами не потрудились стать русскими. И поэтому пользуются русским языком, как вздумается, как иностранцы. Они живут в России, все это левачье, это иностранцы, это как понаехавшие. Поэтому им нравится интернационал, им нравятся мигранты, потому что они им ближе, они интернациональнее. Они тоже ненавидят русских, они совершают преступления против русских. Так же, как и предшественники левачья, совершали преступления против русского народа, осуществили геноцидный режим в течение многих десятилетий, подорвали демографический потенциал русского народа. Это для них этнические и социально близкие люди. А русскому человеку следует понимать различия между нацизмом и русским мировоззрением, между Иваном Ильиным и, скажем, идеологами Третьего рейха. Отличие огромное. Ну, во-первых, Иван Ильин – это русский философ, и его ненавидят именно как русского философа. Подумаешь, что Путин, какие-то цитаты из него ему написали, спичерайтеры, он, конечно, абсолютно мировоззренчески чужд Ильину и всем последователям Ильина. И даже если Ильина пытаются испачкать именем Дугина или именем Путина, это не означает для нас ничего. Для нас важен сам Ильин. А то, что его цитирует всякая нечисть, это уже другой вопрос. Для левых это важно. Для леваков, ну, они же цепляются как крепейник за все, что хочешь. Вот мы не цепляемся, мы отделяем Ивана Ильина, историческую Россию, от вот этой нечисти, которая продолжает геноцидный режим, которая захватила Россию, превратила ее в РФ. Да, им все равно, что Путин, что Ильин, что историческая Россия, что нацистская Германия. А русскому человеку надо знать, что фашизм – это историческое явление, которое очень сильно отличается от нацизма. А что такое нацизм – это тоже необходимо знать, необходимо выяснять. Для этого я начал цикл книг. Вот одна из книг в этом цикле, посвященная на самом деле идеологии, которая была актуальна в нацистской Германии, поскольку речь идет не о том, что там Гитлер написал «Майн камф». «Майн камф» никто в Германии и не читал, хотя цитаты оттуда иногда извлекали. Но с тем, что потом установилось в Германии, «Майн камф» имеет очень мало пересечений. А пропагандистские брошюры тех времен, они как раз показывают, какую идеологию проповедовали среди своих, не среди чужих. Эта пропаганда тоже знает это различие. Чужих надо разлагать, чтобы они были готовы либо принять ту идеологию, либо для того, чтобы они были полностью уничтожены. Поэтому вот эта книга – это как бы первый шаг. Не рассмотрение вопросов не мировоззрения руководства Германии, а как это мировоззрение транслировалось в пропагандистских брошюрах. Довольно толстая, увечистая книга. Издательство «Книжный мир» вы сможете найти в интернет-магазине «Озон» или набрать «Книжный мир» в поисковике и найти сайт издательства. И там тоже можно по моей фамилии найти эту книгу. Я надеюсь, что будут изданы и другие книги этой серии. Они уже все написаны, все переданы в издательство. Но вопрос в том, насколько быстро будет расходиться эта книга, изданная в этом году, и настолько же быстро издательство будет переходить к тому, чтобы издавать следующие книги. Я призываю русских людей быть достойными русского звания и быть образованными не в пример левачью, которая опирается на этих большевистских выродков, которые уничтожили историческую Россию. Мы же должны туда вернуться. Россию управляли достойные люди, достойные русские государи. И народ жил достойно, вопреки всем большевистским мифам. Ни один большевистский миф из советского учебника не может быть признан как достоверный. Все они могут быть опровергнуты историками, и постепенно они опровергаются. Наше дело – иметь в своей голове правильное историческое знание, правильные исторические ориентиры. И, соответственно, доказательная база этих ориентиров содержится в книгах, которые выпускают, которые пишут, издают русские люди. Вот нам и надо быть вместе русским писателям, русским читателям, русским историкам, русским философам. Все это наше. А левачье, весь этот сталинизм, ленинизм, КПРФ, КПСС, ЧК, ФСБ – это все абсолютно чужие для нас структуры. Это те институции, которые стремятся уничтожить русский народ. Мы, соответственно, к ним и должны относиться. И ко всем поклонникам этих институций, соответствующим образом, мы должны выстраивать свое отношение, никогда с ними не пересекаться, никогда с ними не быть заодно, ни в чем, абсолютно ни в чем. Все, что им дорого, для нас не имеет значения. То, что они пытаются оплевать, это как раз то, что дорого нам. Мы, русские православные христиане, наследники Российской империи. Они наследники геноцидного СССР. И, соответственно, они поддерживают нынешнюю войну, они поддерживают нынешнее правительство. Чего бы они там ни говорили, они продолжают играть на стороне геноцидного олигархического режима. А мы по другую сторону баррикад. Слава Руси! Господи, спаси! И vlogging! И БогМестер Ton